Ну, знаешь, тоже такой юношеский китч, может быть, пафос такой политический. Ну и можно множество подобных примеров привести. И, собственно, как мы можем интерпретировать все эти результаты? С одной стороны, мы могли наблюдать такие две своеобразные этики обращения с политическим, которые мои информанты, эти подростки, как-то непротиворечиво сочетали друг с другом. Первая из них — это такое отношение к политическому как к чему-то неизвестному, опасному, и поэтому к тому, где не следует быть самостоятельными, следует оставаться зависимыми, слушаться старших и так далее. Вторая этика, напротив, подразумевала как бы такую манифестацию себя в качестве субъекта политического действия и того, кто имеет право на свое собственное независимое мнение. И, будучи подростками, эти молодые люди как бы довольно непротиворечиво сочетают обе эти этики. Но интересно, что как раз по мере взросления, грубо говоря, победу одерживает первая из них. То есть постепенно проявление собственной воли этими подростками, как ими самими, так и их родителями, начинает связываться с таким детским радикализмом. И вот эта несамостоятельность, несвобода и зависимость подростков в публичном пространстве становится здравым смыслом как взрослых, так и самих этих подростков. И в этом смысле можно сказать, что эти молодые люди как бы спонтанно стремятся действовать, как такие публичные акторы в смысле Арендт. То есть они пытаются превратить свои эмоции в речь, как сказала бы Арендт, вступить в пространство явленности. Однако мы видим, что по мере взросления этот потенциал, грубо говоря, не реализовывается. То есть эти подростки осмысляют свои такие спонтанные вспышки самостоятельности как проявление инфантилизма, детскости, и начинают обращаться уже за какими-то советами, разрешениями, толкованиями событий к своим родителям. И здесь как бы возникает такой парадокс, да? Грубо говоря, вроде бы они переступают порог дома, выходят в публичную сферу, как бы, да, в сферу свободы, на самом деле получается, что они в этой публичной сфере остаются несвободными. То есть в каком-то смысле они, можно сказать, что они не осваивают эту публичную сферу, да, а они привносят как бы приватную сферу, несвободу из как бы частного мира на митинги. И в этом смысле, мне кажется, можно сказать, что теория публичного и приватного Арендт являются актуальны как раз для современного российского общества, потому что, что наблюдает Арендт, да? Она пишет о том, что в новое время происходит размывание, смешение вот такого исконно-приватного и публичного, появляется новый компонент, который она называет социальным. И, собственно, она наблюдает этот феномен на, ну, грубо говоря, таком макроуровне, на уровне государств, каких-то больших экономических рынков и так далее. И мы можем наблюдать в чем-то схожий процесс, но на уровне биографии вот этих современных молодых людей, подростков, мы видим такую парадоксальную ситуацию, что в публичной сфере эти молодые люди как бы захороняют зависимость от старших, да, остаются зависимыми, тогда как в приватной сфере они, наоборот, борются за самостоятельность и свободу. И в результате деполитизированное общество и, как ни странно, общество, в котором, казалось бы, появляется публичная сфера, все-таки в этом смысле продолжает работать как деполитизированное, воспитывает приватных субъектов, которые очень неуверенно вступают в публичное пространство. И что еще, как мне кажется, важно и интересно в этом смысле? Вот мы могли видеть, что, собственно, все эти молодые люди и, как, наверное, мы все знаем, подростки и дети вообще воспринимаются как те, кем, грубо говоря, легко управлять, кого можно использовать всегда своих целей, за кем, как бы, по определению кто-то стоит, кто не может быть самостоятельным и так далее. Однако, что важно, это то, что эта ситуация, на мой взгляд, не специфична для подростков, и в случае, как бы, подросткового политического участия мы наблюдаем просто ее предельное воплощение этой логики, которая в каком-то смысле свойственна для отношения к политическому и гражданскому участию в обществе вообще. То есть, например, лет 6, уже, наверное, 7 назад мы участвовали в протесте на соцфаке в социологическом факультете МГУ, и мы тратили просто невероятное количество времени и усилий, просто чтобы объяснить наблюдателям, публике, что за нами никто не стоит, не стоят там личные враги Добрянькова, не стоят американское правительство, не стоят администрации конкурирующих вузов и так далее. И на похожие вещи жалуются активисты движения за честные выборы, да? То есть, им приходится объяснять, что, выходя на митинг, они, значит, не поддерживают обязательно там Немцову, Дальцову или Навального или еще кого-то, и что их никто не использует и так далее, и так далее. Но, то есть, как бы, что мы видим, что, грубо говоря, активист в глазах такой широкой публики, это такой немножко наивный и глупый ребенок, да, которого можно использовать, и который как будто бы действует в интересах таких хитрых и циничных взрослых. Но что интересно и что показывает мое исследование, это как раз то, что зачастую даже сами активисты воспитывают в такой парадигме своих подрастающих детей. И, как мы помним, с чего я начала свой доклад, существует такая популярная гипотеза о том, что ценности самостоятельности и независимости в приватной сфере, как бы, грубо говоря, упрощают и ведут за собой повышенную ценность публичной свободы в том числе. И, на мой взгляд, эта гипотеза не то, что неверна, она как бы недостаточно, не очевидна, да. Мы видим, что усвоение ценности и, то есть, усвоение ценностей практик публичной свободы требует какого-то, каких-то избыточных условий по отношению к ценности индивидуальной личной свободы в приватной сфере. Ее самой по себе недостаточно. Ну и, собственно, закончить свой доклад, я хотела бы тем, чтобы попробовать просто вообразить вот такие возможные способы включить эту ценность в социализацию молодых людей. И мне кажется, что можно вообразить два в каком-то смысле полярных, в каком-то смысле очень связанных способа такого включения. И первый из них предполагает, грубо говоря, приобретение навыков и ценностей политической свободы среди равных, то есть среди сверстников молодыми людьми. То есть в этом смысле прерогативой родителей, взрослых остается воспитание только в приватной сфере. В качестве какой-то аналогии, просто чтобы прояснить, можно привести в пример, аналогия, конечно, не точная, но что-то проясняет, педагогические коммуны Макаренко. То есть мы видим, что для них, что в основу них легла идея о том, что ключевые решения по поводу управления жизнью коммуны принимают исключительно коллектив сверстников, тогда как авторитет взрослых остается, например, в сфере образования, а не авторитетные как учителя. И в этом смысле, вне зависимости от интенсивности какого-то повседневного нонконформизма, грубо говоря, наличие коллективов равных сверстников вне частной сферы становится таким необходимым условием политической свободы. И второй способ, он в каком-то смысле обратный, это наоборот воспитание, не приобретение, а воспитание старшими навыков политической самостоятельности у молодых людей по мере их взросления. То есть в каком-то смысле, в качестве метафоры, здесь можно использовать выражение Руссо, принуждение к свободе. То есть в этом смысле отношение между повседневным нонконформизмом и политической свободой, которое мы можем наблюдать сейчас, оно как бы переворачивается. То есть мы урезаем право младых людей и подростков на такой повседневный нонконформизм, но тем самым мы как бы заставляем, воспитываем в них ценность политической свободы. И в качестве тоже такой некой аналогии можно привести работу органайзера на заводе с рабочими. То есть некий более опытный человек приходит и учит рабочих быть свободными, и они в каком-то смысле слушаются его, остаются зависимыми. И на мой взгляд, то есть в каком-то смысле, да, оба эти способа ведут к нормализации такой ценности политической свободы и политического участия. Можно сказать, что они ведут к конформизации политического. Но мне кажется, что именно это, это та конформизация, которой, возможно, не стоит опасаться. И, например, та же Аронт писала, что институционализация и нормализация публичной сферы, она не всегда ведет к бюрократизации и крутинизации. Она часто, наоборот, создает возможность для производства чего-то нового, какого-то нового содержания. Ну да, я, наверное, на этом остановлюсь. Спасибо, Светлана. Светлана, пожалуйста, вопросы, комментарии. Да, Михаил. Спасибо. Светлана, можно несколько слов про еще ваших информантов, поскольку вот именно те цитаты, которые вы показывали, вписывались в несколько разных логик поведения, разных историй. Во-первых, интересный вопрос, это в какой степени они наследовали политические взгляды своих родителей. Во-вторых, вопрос в том, вот, чем подробнее объяснялось нежелание участвовать в митингах или требованиям выделить какую-то специальную территорию, поскольку это можно интерпретировать примерно таким образом. А выбор музыки, которую слушать, это, я понимаю, как свое личное дело. Продолжение, выбор какой-то высоко рисковой активности, я могу в меньшей степени воспринимать как свое личное дело, поскольку предполагаю, что есть некоторая ответственность перед семьей, перед родителями. А поскольку митинг – это все-таки потенциально опасное мероприятие, то перед тем, как, ну, например, выбрать свои взгляды, отличающиеся от взглядов родителей, я считаю себя совершенно свободным. Подвергнуть себя сильному риску я считаю себя уже менее свободным, поскольку здесь есть какая-то внешняя зона ответственности. и девушка, которая появляется сначала в футболке, а потом начинает ее стесняться, она как-нибудь пояснила, чего именно она стеснялась, поскольку, как я понимаю, там имелось в виду дальше неприличное слово, и стесняться она могла того, что леди не ходят в футболках с неприличными словами, а вот подростки еще ходят. То есть получается, то есть вот какая-то такая полностью история из того, что вы рассказываете, еще не восстанавливается, поскольку не совсем понятно, чего именно они здесь стесняются, вот, и чего именно они здесь избегают. Ну, по поводу первой части вопроса, в какой степени они наследуют взгляды своих родителей. У меня не было времени просто остановиться на этом подробнее, но что интересно, да, среди моих информантов, с которыми я говорила, были дети как из семей активистов, так и из семей, которые либо равнодушно относятся к протестам, либо не поддерживают протесты. И, на мой взгляд, что как раз важно, что вне зависимости от того, какая по отношению к этим конкретным протестным позициям родители, например, они сами не ходят, считают, что туда не нужно ходить, или они сами ходят, считают, что туда нужно ходить. Ситуация с оценкой, значит, собственной там полноценности и права на участие подростками остается аналогичной, да? Может быть, это развитая этика заботы. Я представляю себе, каково будет родителям, если со мной что-то случится. Да, но каково будет родителям, если я пойду поздно гулять, например, и со мной что-то случится. Они ходят поздно гулять или они употребляют наркотики? Вот в какой-нибудь другой сфере эти люди участвуют в законодательском поведении. Ну, есть, то есть, есть разные, скажем так, степени послушности, да? Не помню, употребляют ли они наркотики, возможно, наверное, нет, но, тем не менее, они им, то есть, они действительно радикально настаивают на отсутствие всякого права по отношению к любым вопросам контролировать их в приватной жизни, да? То есть, не просто по отношению к тому, что не является опасным, а в принципе. То есть, будь это позднее гуляние, будь это выбор книги или будь это, не знаю, там, отношения с девушкой. Что касается политического участия, что, опять же, интересно, например, является, то есть, почему вообще, мы должны поставить вопрос тогда, почему вообще участие в мирной политической демонстрации рассматривается, например, более опасным опытом, чем, не знаю, поздний приход домой. Почему они так часто ссылаются на собственное несовершеннолетие, хотя, если мы посмотрим закон, нет никакого закона, который ограничивал бы участие несовершеннолетних в законных мирных политических демонстрациях. Мало того, начиная с 16 лет, человек может быть заявителем акции, то есть, организатором ее, да? Поэтому, мне кажется, что говорить о том, что здесь есть некая объективная такая разница, да, вот это там более опасно, или это действительно незаконно, или здесь они действительно поставляют своих родителей, мне кажется, что это как бы не совсем корректно, на мой взгляд. Спасибо. Ирина, я просто хочу сказать, что вы имеете сильного сторонника в лице Крестевой, который сейчас занимается проблемой подростковости, и именно в таком политическом, теоретическом плане, психоаналитическом, но у нее та же самая модель, у нее, значит, подростки, которые выходят из возраста детства вот этой полиморфности, да, которую она называет периодом ничем неограниченного исследования вот этого детства, неограниченного никакими рамками. Они выходят из этого возраста и или занимают позицию конформиста-теоретика, или занимают позицию, нет, или позицию теоретика, который рационализирует.